В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3, а днем 18-20 градусов тепла. В социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь. На что нужно обращать в первую очередь внимание, рассказали в Центре противодействия экстремизму. Сегодня, когда вся страна еще не оправилась от чудовищных событий, произошедших в концертном зале «Крокус-Сити», унивших жизнь огромного числа мирных жителей, наших с вами сограждан. Когда российский народ скорбит по ушедшим и сопереживает пострадавшим в теракте, некие деструктивные силы, используя различные инструменты воздействия, активно проявляют попытки держать нас в состоянии тревоги и страха, попытки нарушить нормальный ритм общественной жизни и дестабилизировать общественный порядок. Провокаторы не огнушаются самыми подлыми способами вовлечения нашей молодежи в противоправную деятельность, предлагая подросткам и не только им за денежное вознаграждение или путем угроз и шантажа совершать действия террористического характера. Сообщения с подобными предложениями массово приходят в личные сообщения пользователей различных социальных сетей и мессенджеров. К сожалению, находятся и те, кто принимают предложения, рассчитывая на вознаграждение и на свою безнаказанность. Однако, благодаря бдительным гражданам и слаженным действиям правоохранительных органов, удается вовремя пресекать незаконные действия. В связи с этим, просим вас не поддаваться угрозам и паническим настроениям, сохранять бдительность. При поступлении каких-либо противоправных предложений или угроз, незамедлительно сообщите в полицию. Только объединив усилия общества и правоохранительных органов, возможно противодействовать такому явлению, как терроризм. Смотрите и задавайте вопросы. Зимний туристический сезон, развитие инфраструктуры на курортах, перспективы роста экономики в сфере туризма. Это и многое другое обсудят сегодня в студии ГТРК Карачаева-Черкесия в прямом эфире с министром туризма Республики Расулом Тикеевым. Телезрители также могут задать интересующие вопросы. Напомню, «Горячая линия» в эфире сегодня в 16.30. И заглянем в календарь. Сегодня день фортепиано, и ему исполнилось 300 лет. Музыка во все времена помогала, поддерживала, радовала и объединяла. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14.30 – «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачной всем пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова